Всем привет! С вами Нурофен и игра BattleTank. В сегодняшнем видео я хочу представить вашему вниманию видеообзор на всю премтехнику, на данный момент находящуюся в игре. Постараюсь рассказать все ее плюсы, минусы, что вам боятся, когда вы ее видите в бою на стороне противника, и чего вам ожидать, если она уже стоит у вас в ангаре. Что хотелось бы сказать сначала, что не зря разработчики в данной игре сделали всю премиальную технику в виде противотанковых самоходных установок, так как на тот момент они считались уничтожителями танков. И, насколько я знаю, в дальнейшем в игре не планируется вводить технику с поворотной башней. Что сказать по поводу этой техники? Ну, один из минусов это то, что, естественно, башни у него нет, и придется как-то прицеливаться ходовой. Ну, есть какой-то небольшой градус пушки прицелиться, но те, кто играл на этих ПТ каких-нибудь других играх, они, конечно же, приспособлены. Так, это один минус. Второй минус, конечно же, это то, что она продается за золото, и это придется либо покупать за наличные рубли, или у кого какая валюта, либо очень долго копить золотишко. Так, что еще? По поводу оборудования. Оборудование здесь стандартное. У них стандартное оборудование, как на любой технике. Будь то тяжелый танк, будь то средний. Вот, по поводу снаряжения, так как это все-таки уничтожители танков, вот здесь вот им предоставили вообще полный карт-бланш. Если мы помним, что у любого танка есть вот таких вот негативных снарядов по две штучки, здесь аж целых четыре. И самое интересное, это здесь зажигалочка, которая за 12 секунд отнимает 3% прочности. То есть, на секундочку, вот если вот так вот посчитать, да любой даже, любой, по-моему, этот танк стопового тигра будет снимать за 12 секунд, по-моему, около 13 тысяч хп. За 12 секунд отлетело, вот тигра отлетело. То есть, это основная ихняя бяка, которой они будут пуляться в вас постоянно. Да и вообще у них роль получается такая, что как у легких танков, надо прийти и как можно больше поджечь. Так, что еще у них есть? Они могут выводить из строя поворотный механизм, но это мы уже знаем. Замедляет противника, повреждает заряжающий механизм, это все стандартно. Еще что интересно сделали разработчики, освободили ячейку. То есть, если мы ставили раньше огнетушитель и ремкомплект, то здесь оно сделано все вместе. То есть, вас подожгли, вы нажали и поехали спокойненько. Вас поломали, вы нажали. А если вас подожгли и поломали, вообще замечательно, вы одной кнопкой все сразу убрали. Этим самым они освободили нам одну кнопочку и можем мы добавить, к примеру, там, я не знаю, там, либо канистручку, чтобы побыстрее приехать на точку, так как мы вроде как легкие танки должны всех поджечь. Либо какой-нибудь дополнительный негативный снаряд, ну, может быть, и какую-нибудь аптечку. Ну, вот. Вот такие вот у них есть огромные плюсы. Вот как-то так. Ну, давайте. Все, вроде у меня здесь все заряжено. Все стоит. Посмотрим, сегодня голдой также. И посмотрим, насколько я умею вообще есть на премиальных, на ПТшках, короче, вот так. Ну, те, кто играет чуть-чуть получше, чем я, я уверен, что у них все получится. Ну, посмотрим, как у меня получится. Особо, я думаю, рассказывать здесь не понадобится, потому что все знают, что у ветки союзников маневренность, перезарядка, да, покруче, а у ветки ось, соответственно, все остальное. То есть это я, наверное, не буду вам сейчас показывать, там, как. Такой вот дамаг у нас в гусеницу будет, там, 1200. В лоб у нас 890. На третьем уровне, я думаю, неплохо. Вот, сзад я что-то сейчас пока не смогу, наверное, все-таки. 14 сейчас попробовал. И я не успеваю доворачиваться, но я вот все-таки заберу. 1700. Есть, вот, как у любой ПТ-шки, есть доводка чуть-чуть оружием, но в основном приходится прицеливаться, соответственно, колесами. Гори в аду. Соответственно, посмотрим, что она фармит, что не фармит. Ай, да ну что, у меня тут ствол-то немножечко не заезжает, у него не опускается. Какие-то боты уже интересные, а, у меня прям глупо. Вот уже сразу видно, что в гусенице 1400, там было 1200, в лоб 1000. 1000 в лоб, ну, соответственно, да, у союзной ветки мы видим более маневренность. О, ветки, ось, больше урон. Так, здесь тоже побыстрее поедем, а то будто все отберут. Нам не достанется, сейчас посмотрим. Ну, здесь урон уже будет поинтереснее, повкуснее, да. Я, кстати, думал, что у слугера будет поворачиваться башня, но нет, обломали. Башенька и у него тоже не поворачиваются. Вот, основная задача это приехать и как можно больше противников нам, соответственно, поджечь. Это прям роль легких танков. Меня тоже там пытаются поджечь. Обратненько мы быстренько уезжаем. Вот 2000 в гусеницу. 2000 в лоб, что ли, ёпт. Да, 2000 в лоб, ёшкин ты матрёшка. 2000 в лоб у слугера проходит. И у нас кто? Туранчик. А нет, это четвёртый уровень. Ну, как раз он стоит ко мне задом. Бах! 7 тысяч. 7. Ё-моё, за 58к урона я заработал 187 тысяч серебра. То есть, фармят они всё. Всё везде всеми доступными и недоступными путями. Прям техника, естественно, всё фармит. Там уже сами, как говорится, выберите, что вам поинтереснее будет. Как говорится, можете посмотреть, ознакомиться и при желании приобрести. Шутка. 3000 обычным снарядом я долбит ему в гусеницу. Опять не попало. 2200 в голову просто. И сейчас вот не хочет он мне давать зад свой. Плохо просил или он сам не хочет. Сейчас мы ему зад всё-таки вытянем. 4 с половиной тысячи. Всё. 4 с половиной тысячи. Это вот будет самый топ. Ну, чувствуется, да, уже, что не хватает. Там немножечко до ворота. Можно, конечно, поиграться с оборудованием. Можно поставить чуть-чуть другое что-то. Ну, ты чё такой-то, чё меня толкаешь-то, гад? За счёт того, что вот такой мощный урон... Да, мы тебя подожгём разок. Мощный урон. И, соответственно, вот не хватает нам. Вот он. 4. 444. Ну, он догорит или его довалят по-любому. Весь потенциал, ну, вообще всё, что есть на прем-технике, ничем уровень не отличается. То есть, все они одинаковые, отличия только в уроне. Всё. А так они... Ну, скорость, конечно же, да. Третий уровень пошустрее. Так всё одинаковое. Всё снаряжение. Весь функционал, всё у них будет одинаково. Принцип работы у них, как и у лёгких танков, желательно прилететь, хотя бы приехать, и как можно больше танков противника поджечь. Потому что зажигалочка здесь очень хорошая, и весь функционал его, этого танка, это сжечь просто противника. Так, это уничтожитель танкашки. Вот он догорел уже. У него вот такие вот плюшки интересные есть. С премом постоянно будешь в плюсе. Это 100%. Ну, это я не... Нет, ну, даже с премом можно уйти в минус, но я не знаю. Ну, я сейчас покажу, наверное, как-нибудь. Нечего делать. Я уже показывал на каком-то стриме. Ну, не помню, какие танки. По-моему, тяжёлые танки я показывал, что ли. Как можно с премом уйти в минус. Ох, его разорвало-то, бедолагу. Очень долго работает сама зажигалка. То есть, очень много времени даётся, чтобы пострелять. За счёт перезарядки. То есть, перезарядка не особо быстро. И чтобы ты успел побольше поджечь, тебе даётся побольше времени. Видимо, так. Федя, он, да, он менее поворотливый. По сравнению с У-152. И он... Ну, видно, что он тяжёлый. И как-то вот с нуля до сотки явно не 10 секунд. Кстати, вот какие-то препятствия может даже и не преодолеть. По горам он что-то вот не хочет лазить. Я пробовал. С У-152 вроде говорят, что как-то что-то залазит. Но у меня почему-то не получилось. Даже на топовых гуслях и на топовом бешке что-то как-то не пошло. Ну, там свои тоже нюансы есть. В скалолазании надо правильно заехать. Тогда, возможно, всё будет ровно. Ну, дрифт. Да, всегда надо следить за этой мушкой, чтобы она была ровно в перекрестии. С привычки с любого танка, у которого башня поворачивается. Потом переходишь на противотанковые самоходные установки. Это тяжеловато. По-первых, следить за тем, чтобы у тебя мушка была в прицеле. А иначе начнёшь раскидываться деньгами налево и направо, но только не в цель. Каждый снаряд, в принципе, будет оккупаться. И это... Если нормально попадаешь. Вот и всё. Так, ну что, ребят. Я думаю, давайте подводить итоги. Вся прем-техника, которую я показал. Вся она хороша. У неё есть, как и свои плюсы, и свои минусы. Какую бы технику вы ни взяли, премиальную, всегда, конечно же, будет плюс. Разницы в уровне никакой нет. То есть, вся техника любого уровня, премиальная техника любого уровня, несёт одно и то же. То есть, смерть вражеским танкам. Разница только в уроне. Поэтому, как говорится, если хотите, допустим, на третьем уровне играть или на шестом, соответственно, взяли себе третий или шестой, если позволяют какие-то там средства. И вперёд будете постоянно чувствовать себя хорошо. Но не забываем, что все танки не бессмертные. И вас могут просто вот разыграть конкретно красиво. Поэтому, всем спасибо, кто был со мной в одном танке. На сегодня, я думаю, всё. Подписываемся, ставим эти собачки, в смысле лайки. Заходим на стримы, общаемся, всё расскажу, всё покажу. Заходим в официальную группу ВКонтакте. Там тоже можете много чего интересного узнать. И на этом всё, ребят, да, давайте. С вами был Нарафен, игра Battle Tank. Всем удачных боёв, побольше серебра в ангаре. И пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok